Вчера в 18 вечера в общежитии танкозавода окончательно прохудилась крыша. Хлынувшая талая вода залила всё здание. Ситуация сложилась чрезвычайная. В общем, случилось страшное. Вчера было такое происшествие ужасное, конечно. Вчера залило всё, вообще-то, все этажи выключилось, свет выключился, и током, ну, вообще тут, белый. Просто фонтаном забила вода сверху, всё, и залило всё, общежитие. И нам просто некуда было деться, все люди вышли на улицу. Сначала позвонили везде, звонили везде, никто на нас внимания не обращал вообще никакого, как будто нас здесь, как будто мы не существуем просто-напросто. Нас просто, как бы, государство вышвырнуло вон. Вскоре после того, как жильцы аварийного дома перекрыли проезжую часть, приехал представитель городской администрации. Ночь проводили кто где, например, у соседей, в доме ночного пребывания, а проще говоря, в бомжатнике. Да, вместе с бомжами, а куда с детьми, понимаете, людей очень много с детьми. Дети маленькие, грудные есть, ребята, понимаете. Ну, лично я всю ночь не спала, не могла уснуть. Вот дети, у меня двое детей, так они спали. Многие здесь живут со дня основания общежития. Условия проживания обозначаются одним словом – разруха. Ремонты не проводились многие годы, от теплоснабжения отключены уже пять лет, а воду носят ведрами, так как из-за неисправной сантехники заливало всё здание. Но зато снег из жилых комнат выгребают лопатами. Пять лет уже нет тепла. Последние два года нету воды, отключили, газ отключили. Канализация замёрзла. Никаких услуг вообще, антисанитария кругом. Стойте замёрзли, туалеты замёрзли, ходят люди на улицу. Это что ли сказать вашу камеру? Что вам ещё сказали? По восемь месяцев привезут. Антисанец, тот бессовестный в своё время бросил на производство, чтобы ушёл с завода. Ему наплевать. Манивай, наплевать. Это руководитель из танкозавода. Катанандову грозился с кабинета выгнать женщин, что этот вопрос на его компетенции. Что вам ещё сказать? По восемь месяцев привезут. Катанандову грозился с кабинета. Нам даже есть не на чем говорить. Понимаете, за 18 квадратных метров грязи одно электричество. 150-200 тысяч устанавливает в танкозавод цену. После того, как гром наконец грянул, чрезвычайная комиссия пришла расселять пострадавших. Сегодня в два часа дня приехавший вновь Евгений Акатьев сообщил, что кареты поданы. И жильцов ждёт другое общежитие на Ленинградской улице, где каждое семейство получит поковнотушки. И нельзя сказать, что эта новость вызвала бурю восторгов. У меня ребёнок инвалид. Я в то общежитие не поеду. Я буду помирать тут в общежитии. Я тоже не согласна. У меня трое детей. Я 14 лет. Я не поеду. Я 23 года тут прожила. Ещё в общагу еду, я там вообще помру. Я не собираюсь туда ехать. Я буду тут помирать. Я в общежитие не поеду. Я тоже здесь прожила 14 лет. У меня ребёнку 15 лет. Ребёнок вырос в этом общежитии. До смешного интереса. Правда? А какая наша дальнейшая жизнь? Никого не волнует. Вы все живёте в общежитии. Я не хочу до старой среды опять ехать в какое-то дерьмо. Я не поеду. На такие веские аргументы Евгений Акатьев отвечал по-разному. Во-первых, просил не выражаться. А во-вторых, отвечал, что мэрия сделала, что могла. И поведал, кто в общаге хозяин. Я официально довожу до вашего свидетеля, что общежитие сейчас находится в собственности Республики Карелия, в Госкомсобственности. Я специально пригласил представителя, главного собственника вашего общежития сюда, в лице заместителя, председателя Комитета Госкоммунического, товарища Панова. Кстати, представитель от Госкомсобственности Валерий Панов находился тут же. В итоге всеобщее собрание перешло в беседу представителей города и Госкомсобственности о том, кто кому чего должен. Мы уже по этому общежитию, просто чтобы вы были в курсе в целом, полтора года решаем вопросы с администрацией. То есть уже письмами обменяемся, от которых вам ни жарко, ни холодно. Проблема как была, так она осталась. А письмами списано довольно приличное количество. Поэтому... Нет, деньги-то вы платите, а вы переписываете. Значит, давайте мы не будем превращать вот это... Собрание, я не вам говорю, я не вам говорю, я просто... Я объясню, то есть порядок вы знаете, да, как все-таки общежитие оказалось у Станкозавода. Согласно программе приватизации, социально-бытовые объекты, например, то же самое общежитие, не приватизируются. После того, как Станкозавод стал акционерным, общежитие угодило в Госкомсобственность. Но пребывать оно должно там временно, так как по закону заботу о таких общежитиях должна брать на себя власть города. В любом случае эти объекты должны быть в муниципальной собственности, потому что только у города и органов местного управления есть специализированные службы, которые могут содержать эти объекты. Нет у государства ни одного жилого, ни одного специализированного предприятия. В итоге вопрос, кто хозяин, остался открытым. Денег по заверению разных властей просто нет. В бывшее общежитие, подобно мячику, перекидывается с рук на руки. Ну а проигравшими в этой веселой игре оказываются, конечно же, те самые 35 семей пострадавших.